Школьные заметки В этом выпуске речь пойдет об одном из самых больших учреждений образования города. Каждый день сюда на занятия приходят 2450 детей. На уроках их ждут квалифицированные педагоги, а вот после школьной программы ребята занимаются любимыми увлечениями. Будто краеведение, художественное искусство, спорт или музыка. В средней школе номер 40 имени Виталия Ильича Кремко уже с порога веет творчеством. Здесь каждый школьник найдет занятия по душе. Первая остановка – выставочный зал «Иллюзия времени». Это центр краеведения в нашей школе. Здесь экспозиции, посвященные различным тематикам из истории города Гродно. Первая выставка у нас была посвящена истории празднования Нового года в городе Гродно. Затем были выставки, посвященные юбилею войны с Наполеоном. Те события, которые проходили в городе Гродно в 1812 году. Ну, предпоследняя выставка – это история празднования 1 мая и 7 ноября в городе Гродно. Но сейчас – это Первая мировая война. Каждый раз экспозицию готовят школьники и учителя. Ищут архивные документы, экспонаты, тематические фото и исторические факты. Экскурсии тоже проводят учащиеся. У нас, ну да, есть атмосфера. Мы ездим в походы. Уже второй год я езжу, на протяжении трех лет они ездят. Нравится атмосфера вот этого похода. И мы ощущаемся, как семья большая за вот несколько там дней, которые мы ходим, посещаем какие-то музеи. Вот. А так здесь мои одноклассники, мои друзья. Поэтому все очень доброжелательные обстановки. Нравится путешествовать, нравится узнавать историю своего города, своего родного края. Историю родного края здесь изучают не только в рамках сменных экспозиций. Быт белорусского народа, традиционную вышивку, предметы одежды и интерьера ученики под руководством опытного преподавателя собрали в настоящей белорусской избе. Так необычно, интересно и ярко в школе оформили этнографический музей Спадшина, который расположился в коридоре учебного заведения и неустанно привлекает внимание его учеников и, конечно, гостей. Здесь все пропитано атмосферой родного дома. Дровляные стены, стоять печ, чагунки, пательня, усе, что у госпадыни было каля печи. Весить дитячий ложек, люлька, калыска, зыбка. Далее стоять великий стол, потому что семья была за всюду у белорусов великая. Червоный кут, похуй. А с другого боку у нас изменная экспозиция. В этом году у меня 14 человек, 10, дети, которые весь час приходят в музей, працуют. В музее им интересно. Интересно, я им рассказываю про каждый предмет, они должны это видеть. И потом это уже будут мои экскурсоводы, будут помощники в музее. Музей белорусской этнографии далеко не единственное украшение школьных коридоров. Здесь каждый этаж как отдельный вид искусства. Причем в прямом смысле слова. Коридор оформленный в стиле железнодорожного вокзала с объемными росписями на стенах, колоннами и особым освещением. А вместо стандартной внутренней отделки – графические росписи и живописные картины вокруг. Если бы не звонок на перемену и сотни школьников, обсуждающих домашнее задание и предстоящую самостоятельную, складывается четкое ощущение того, что интерьер вокруг – одна большая художественная экспозиция. Чего стоят одни картины? Яркие, тематические, в разных техниках и жанрах. С изображением пейзажей природы, родного города и своего воображения. Авторы, кстати, учащиеся этой же школы с 5 до 11 класса. Этому искусству здесь многие учатся с начальных классов. Первая ступенька для начинающего художника – объединение по интересам «Волшебная палитра». Маленькие дети, они такие очень импульсивные. Через полгода они более сдержанные. У них очень развиваются хорошо навыки рисования. Если там ромашка была, грубо говоря, листик и два лепесточка, то через полгода у нас ромашка похожа на ромашку. Очень развивается у них воображение. Это очень помогает в дальнейшем, как и в математике, для того, чтобы развить мышление. Развивает фантазию, развивает мелкую моторику рук. Это очень помогает детям в письме. У малышей здесь есть возможность проявить все свое воображение. С помощью кисти ярких красок перенести самые необычные фантазии на холст. А это требует усидчивости и терпения. Я сегодня рисовала осеннюю тему, гриб. И как гриб – это светильник, и на маленьком грибке лежит маленькая мышка и читает книжку. Я наткнулась в первом классе, что я любила очень рисовать. Потому что на уроках, я не знаю, учительница говорила маме, что я много рисую в блокноте, отвлекаюсь. И мама решила меня записать на рисование. Мне это все нравилось. У меня все получалось. А сейчас не отвлекаешься на уроках? Нет, уже не отвлекаюсь. Ребята, которые хотят изучать художественное искусство на более серьезном уровне, идут дальше. Для этого в школе есть специальная студия изобразительного искусства. Каждый квадратный метр этого помещения говорит о том, что здесь особая творческая атмосфера. И здесь тоже на первых барах начинают с малого. Секрет, наверное, в любви к искусству, к живописи. Многие спрашивают, вы столько художников делаете? Я говорю, художниками все не будут. Но любить искусство будут все. И обязательно иметь талант какой-то. Это ребята… Да, есть ребята, у которых есть задатки. Таким я помогаю раскрываться больше. Есть ребята, у которых есть просто огромное желание. И они просто берут своим каким-то усилием, и у них все хорошо получается. Это надо… Спать с карандашом. Да. Это надо время, это надо усилие, усердие. Кому-то дается очень это быстро, легко. Кому-то надо приложить больше времени и усилия. Обо всех достижениях юных художников, спортсменов, школьных коллективов рассказывает специальная медиагруппа учреждения образования. Здесь существует свой медиа-центр. Юные ведущие, операторы и режиссеры монтажа создают собственные программы, ролики, выпускают новости и берут интервью. Это мне дало то, что я могу спокойно говорить на камеру, перед людьми. Мне очень нравится. Вообще, изначально я еще вела мероприятие у нас в школе, и потом решила, почему бы не начать еще ходить в медиа-студию. Но в будущем я планирую связать свою жизнь с журналистикой, поэтому мне очень интересно. Помогают медиа-любителям настоящие профессионалы. Телеканал «Гродно плюс» делится со студией техникой для того, чтобы ребята учились снимать, а уже опытные журналисты и операторы всегда готовы ответить на вопросы школьников. Но направлений работы у ребят действительно много. Видео, радиоподкаст в радиусе недели. В прошлом году мы на «Республике» заняли первое место с нашим радиоподкастом. С этого года мы хотим еще видеоблог и газету. Газета у нас был опыт несколько лет назад, но потом немножко мы так подустали, набрались сейчас сил. И вот сейчас хотим все вот это объединить вместе и успешно завершить. Ребята находятся сами. Они приходят сами, они приходят ко мне, знают, где я, через своих друзей, знакомых. Кому-то иногда неудобно. Может быть, вот у меня подруга уже в медиа-центре. Я тоже хочу попробовать, а можно... Вы знаете, кто-то не выдерживает. Он не мает, это не мое, это тяжело, это кажется, что очень просто. Вот я сейчас наснимал на телефон, и все здорово. Те, кто в медиа-центре все же остается, как правило, и после окончания школы реализуют себя в творческой профессии и дальше. Поступают на кафедру журналистики Купаловского университета и приходят работать к нам. Нагродно плюс. Таких выпускников уже несколько. А если эта профессия пришлась не по душе, учащиеся пробуют себя в других направлениях. Например, в волонтерстве. Уже больше года активная группа на безвозмездной основе создает тактильные книги для слабовидящих и незрячих детей. Примерно около 10 штук в год выпускаем. Мы можем продублировать, а можем в единичном экземпляре. И мы эти книги безвозмездно передаем в школу-интернат для слабовидящих и незрячих детей. Конечно, чтобы создать одну какую-то книгу, получается, нам нужно не просто материал специфический, но и знать, как изготовить. Потому что у нас сидит тактильные книги как для незрячих, так и зрячих детей. Оно немножко отличается. В школе номер 40 есть целый коридор, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Здесь находится огромная тематическая экспозиция. Экскурсию по ней проводят, конечно, ребята. Важно, думаю, очень, потому что тема Великой Отечественной войны она поднимается постоянно, но в основном акцент делается именно на бои, которые происходят на земле. А небо затрагивается очень редко, и поэтому это очень особенный. Информация большая, достаточно очень интересная. Поднимаются отдельно все полки, которые были в Беларуси, а их огромное множество, если послушать. Одинство смешанной авиадивисии. У нас представлены точные сведения о гибели, их время. Звание, то есть очень интересно. Памятники, которые у нас присутствуют. Яркие стенды, интересная подача, история подвига обычных людей, которые по крупицам вносили свой личный вклад в большую победу, не оставляют равнодушными никого. Мы сделали на том этаже геноцид, боли памяти белорусской земли, и экспозиционный выставочный стенд, очень крупный, наш школьный проект «Окрылья над Неманом». Благодаря этому обовлечению у нас идет связь поколений. То есть одни ребята приходят, они занимаются исследовательской деятельностью на базе этих экспозиций, потом они передают эстафету другим учащимся, и я думаю, это будет продолжено. Большое внимание в школе уделяют фигуре Виталия Ильича Кремко. Имя этого героя и носит учреждение образования. Более тысячи ребят здесь являются членами пионерской организации. Наш девиз – «Изменить мир к лучшему! Это нам большие силы!» Мы хотим донести то, что на счету Виталия Ильича было немало наград. Это медали за доблестный труд, даже два ордена Красного Знамени, орден Ленина, а также звание заслуженного работника сельского хозяйства Гродненской области. Занимаемся благотворительностью, этим занимаемся помощью детям, взрослым, также приносим большой вклад в развитие нашей школы. Еще одно важное направление работы школы – военно-патриотическое воспитание. Сейчас в учреждении существует два профильных класса. Здесь учат строевой подготовки, рассказывают историю вооруженных сил Беларуси, изучают устройство оружия. Мы изучаем там и топографию, как ориентироваться на месте, как вести в тех, как не заблудиться в лесу и так далее. То есть мы развиваем всесторонне развитую личность. Понимаете, учить в военно-патриотических классах – это, во-первых, их дисциплинировать, дисциплине. Что такое дисциплина? Чтобы они не с подпалки это все делали, а делали осознанно и сознательно. Осознанное и серьезное отношение к военному делу дает свои результаты. Мы с командой активно участвуем как в школьных, так и в нешкольных мероприятиях. Допустим, в прошлом году, в прошлом учебном году, мы заняли первое место в военно-патриотической игре «Зорницы». Иногда сложно подстраиваться под человека. Ногу обязательно надо держать на одном уровне, рядом с человеком, который с тобой стоит. Ну и, в принципе, это все. Главное, что тебе нравится это занятие, и ты как бы не замечаешь других трудностей. Многие ребята со школьной скамьи выбирают себе профессию по душе и понемногу готовятся к поступлению. Этому всячески способствуют и педагоги. К примеру, в этом году в учреждении был создан инженерный класс. Наша школа совсем недавно заключила договор о сотрудничестве с унитарным предприятием «Гродно Облгаз». И суть нашего класса в том, что мы можем практиковаться и изучать наши предметы более досконально на их предприятии, получать опыт и смотреть, как работают их сотрудники. Там показывают выполнение задач газовой службы, например, монтаж труб или проверка на наличие газа. Мы можем получить инженерную специальность и пойти работать к ним, и они готовы нас принять сразу же после окончания вуза. Наша школа принимает участие в решении проблем изменения климата. И мы все в своих школах проводим лекции в актовом зале, где рассказываем об этом. И, собственно, дети это видят и делают какие-то маленькие шажки. То есть выключают воду, свет, делают какие-то маленькие шажки, которые приведут нас к изменению климата в лучшую сторону. Достижений у школы много, и все они становятся возможными лишь благодаря слаженной работе всего коллектива. А это более 170 преподавателей. Мы сегодня гордимся тем, что действительно предоставлены очень широкие услуги по дополнительному образованию детей. То есть у нас очень много таких креативных идей, которые были раньше на бумаге, а сейчас мы осуществили. Мы гордимся нашими спортсменами, которые прославляют не только нашу школу, но и город на республиканских соревнованиях. Мы гордимся, как наши дети участвуют в различных творческих конкурсах, поют, рисуют и участвуют в выставках республиканского масштаба. Школа – то место, где ребенок начинает узнавать себя, находит хобби, увлечения, определяется с выбором будущей профессии. Именно поэтому так важно дать ему как можно больше возможностей раскрыть свой потенциал. В средней школе номер 40 таких возможностей более чем достаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова